Друзья, всем привет! Сегодня опять у бабушки, и сегодня на моей улице праздник. Я сейчас так счастлива, я сейчас такое нашла, но я вам покажу это чуть позже. Сегодня я решила пройтись по другим местам, в одном месте, где обвалилось очень много земли. Очень тщательно искала, очень много маленьких сердоликов, маленьких. Вот они. Вот это был самый, наверное, красивый из сердоликов. И поэтому я расстроилась уже. Там вон тоже маленькие сердолики. Кстати, вот один какой-то я нашла интересный красный. Не знаю, как на просвет. То ли яшма, то ли какой-то красный холцедон. Но первым делом, когда я спустилась на реку, я нашла вот это. Я подумала, что за фигня. Подняла его, и оказалось, что это сердолик. Видите? Он просто рос среди камней, и он вот так вот вырос. Такой корявый, такой некрасивый. И я такая, эээ, ну да, это самый большой сердолик за последний год. Ну, хоть что-то. Потом только что... А, вот, кстати, еще один маленький красивый я нашла. Только что я шла, и случайно, абсолютно нашла вот это. Тонкий. Если бы лежал так, вообще прошла бы мимо. Тоненький сердолик, такое себе. Потом я нашла вот такую странную кожурку, тоже прозрачная. Но вообще неинтересная. И потом просто... Джекпот! Кусок сердолика приличного размера, о котором я просто мечтала. Красивый. Открытый. Некорявый. Неплоский. И максимально оранжевый, максимально прозрачный. Просто обалдеть. Вот это просто... Просто сокровище. Конечно, его себестоимость гривен 50. Его можно продать гривен за 50. Но такую красоту я оставлю себе, конечно же. Он просто обалденный. Да, все, что я сегодня нашла, все мое. А я уже по пути домой. Боже, я не могу перестать на него любоваться. Просто вы посмотрите, он... Какие сердолики все-таки красивые. Гладкий, блестящий. Он сухой выглядит, как мокрый. И такой скользкий в руках. Гладенький, гладенький. Вот такая вот прелесть. Я просто не поверила своим глазам, когда увидела его. Вот это да. Ну и вообще, так как он в точечку, то это у нас сердоликовый агат. В точечку тоже... Холцедоны в точечку, это тоже агаты. Не помню точно, как называются. Но, в общем, это нам Таня уже поведает потом. Просто красавчик. Друзья, маленький, но красивый. Очень прозрачный. И очень оранжевый. Вот такие, конечно, сердолики ценятся максимально. Он просто потрясающий. И сейчас прохожу место как раз к тому, о чём я вам рассказывала ранее, ещё в начале весны. Что здесь везде пиленые камни. И здесь, вот в этих вот насыпях, везде пиленые камни. Сейчас из-за того, что было наводнение и всё поразмывало, вы видите. Вот эти камни я не видела. Вот эти вот, они очень большие. Очень. То есть, что это были за построение? Что это за кирпичи такие огромные? Просто кирпич на кирпиче. И там, там вон ещё, ещё, ещё. Здесь, ну здесь просто какой-то пропиленый. Может развалился этот ранее, просто торчал здесь уже. А вот эти были все, ну вот так, вот так вот была насыпь. Вот так. Это всё вот обвалилось, а там куча-куча пиленого камня. Так что то, о чём я вам и говорила. Ну как бы искать здесь минералы в этой земле очень-очень вряд ли. А вот доисторические какие-то вещи тут интересные попадаются. Итак, друзья, дошла я уже прям до выхода. Вот здесь, ну а теперь нужно выходить. Как я уже говорила, тропинки нету. Выходим теперь прям здесь. И напоследок, что я нашла? Ещё два вот таких маленьких сердолика красивых. Ничего не стоящих, потому что очень маленькие. Вот такой сердолик не идеален далеко. Но это хоть что-то, это уже интересно. Я бы была рада находить такие чаще. И напоследок коричневый халцидон. Нужно его, конечно, почистить. Староват дедушка. Но ничего такой. Тоже пойдёт. И хочу ваше внимание обратить на то, что сейчас, конечно, река в плохом состоянии. Везде пена. Цветут водоросли. Сейчас солнце зашло. Вообще ничего не видно. В общем, в воде не видно ничего. Поэтому в дальнейшем, когда перестанут цвести водоросли и когда сойдёт глина, разбавится водой. Потому что вообще местами вода мутная не из-за водорослей, а из-за глины просто. Поэтому всё, что находится в воде по щиколотку, ничего не видно. Это вот всё я иду, нахожу просто на кромке. Ну и вот здесь тоже я находила. Ну в смысле на берегу. Вот. В таких местах я искала. Вообще ничего. Вообще ничего интересного. Вот в таких местах я искала. Ничего интересного. Какие-то там разве что кварцы небольшие, которые, ну, неинтересные. Вот. Поэтому продолжу свои поиски в другой день. А сегодня пора идти заниматься другими делами, более важными. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.